Доброго утра всем, кто начинает день с Первым Приднестровским. В эфире ежедневная бодрящая программа «Утренний кофе» и мы, Лидия Солкуцан, и Николай Штанский знаем, как сделать утро добрым и позитивным. Постоянное недомогание, хроническая усталость, плохое самочувствие. Знакомы вам такие симптомы? А тебе, Коля? Ну, что-то не очень позитивное начало. Зато конец будет позитивный. Ну, так что, бывают у тебя такие симптомы или нет, когда вот совсем ничего не хочется делать, все валится из рук и полная апатия? Хотел бы сказать, что каждое утро, но нет, иногда бывает. Да, иногда да. Вот. В этом случае растения – первые друзья человека. В них содержится масса полезных веществ, алкалоиды, аминокислоты, витамины, гликозиды, дубильные вещества, органические кислоты, фитонциды, эссенциальные масла. И эти полезные составляющие помогают не только поднять иммунитет, улучшить настроение, но и при правильном применении лечат многие болезни. Мне кажется, что фраза при правильном применении особенно важна. Лучше всего довериться опыту профессионалов, которые знают, какой сбор трав поможет в той или иной ситуации. В Бендерах есть такие профессионалы и даже специализированный фитобар. Несмотря на успехи фармацевтики, лечение с помощью трав, фитотерапия до сих пор является одним из самых востребованных. И действительно, стоит ли прибегать к сильнодействующим препаратам, если можно вылечить, а главное – предупредить заболевание с помощью природных средств. Сегодня поправить свое здоровье и отведать целебных отваров или настоек из трав можно в специальном фитобаре. Такое необычное заведение уже не первый год открыто для всех желающих в Бендерах. Наш фитобар является структурным подразделением лечебно-диагностического центра. Он функционирует более 7 лет. За этот период он стал авторитетным для многих пациентов. К нам приходят пациенты как по направлению врача, так и по собственному желанию. Практически все растения имеют то или иное оздоровительное воздействие на организм человека. Некоторые отвары следует принимать только по назначению врача, но есть и общеукрепляющие, которые полезны каждому из нас. Здесь, в Бендерском фитобаре, есть самые разные травяные сборы. В ассортименте нашего фитобара есть очень много различных сборов, трав, отваров, таких как, например, витамины для поджелудочной печени, успокаивающие для похудения, желудочные, желчегонные, нормализующие артериальное давление, антисклеротический, противовоспалительный грудной. Мы используем лекарственные травы аптечного происхождения, которые прошли радиологический контроль. Зимой наш организм особенно нуждается в витаминах и минералах. Чтобы не заболеть, нужно постоянно укреплять и поддерживать иммунную систему. И делать это можно с помощью различных травяных настоек. Какие же травы особенно полезны в зимние месяцы? На сегодняшний период можно использовать такие сборы трав, в которые входят шиповник, эхиноцем, зверобой, душица, чабрец, тысячелестник, липа. Они именно связаны непосредственно с сезоном. Какие-то оказывают отхаркивающий эффект, какие-то повышают иммунную систему, тем самым способствуют тому, чтобы человек не заболел. В фитобаре практически никогда не бывает пусто. В таком необычном кафе можно не только укрепить здоровье, но и приятно провести время. Любовь Ивановна здесь частый гость. Признается, что всегда с удовольствием заходит в фитобар, ставший уже родным, чтобы выпить чашечку целебного чая. И говорит, что положительный эффект не заставит себя долго ждать. Посещаю, например, я довольно-таки не то, что часто, а регулярно. Я пью или витамины, так как я товарищ здоровый со всех сторон. Вот я пью витамины, и есть у нас особый чай для похудения. Благодаря этому чаю, не хочу хвастаться, я похудела. Не скажу, насколько, а то все начнут завидовать. Не пренебрегайте тем, что дает нам природа. Фитотерапия – отличное средство для поддержания здоровья. Обязательно укрепляйте свой организм травяными отварами и будьте здоровы. Напоминаем вам об СМС-чете, который прямо сейчас идет на ваших экранах. Отправляйте приветы своим родным и коллегам. Признавайтесь в любви, поздравляйтесь с праздниками, знакомьтесь с кем-нибудь. В общем, пишите и общайтесь. Все просто, как раз, два, три отправляйте СМС на этот номер. И все до единой СМСки, за исключением оскорбительных и нецензурных, обязательно выйдут в эфир. Ну а теперь время кулинарных шедевров. Интересно, чем сегодня нас порадует наш шеф-повар? Давай посмотрим. Доброе утро! Это «Легкий завтрак» на Первом Приднестровском. И сегодня вместе с вами, ну я надеюсь, мы приготовим с вами картофельный веер. Для этого мне пригодится пару отварных уже вот таких среднего размера картошек. Я отрежу у них такое вот маленькое дно, для того, чтобы он был устойчивый у одного и у второго. Отлично! Значит, теперь нужно сделать несколько насечек. Вот таким образом. Для того, чтобы в него вложить следующие продукты. Это твердый сыр, это может быть российский, сметанковый, любой, какой у вас есть в холодильнике. Вот такие небольшие кусочки сыра я отрежу и поочередно буду вкладывать их в эти кармашки. Ну а между сыром в кармашке тонко нарезанные слайстве ветчины или почеревка я буду вставлять их в пустые кармашки. Вот таким образом. И отправлю в духовку примерно на 3 минуты при температуре 200 градусов. Итак, картофельный веер уже готов. Всего 5 минут и этот великолепный завтрак готов. Будьте здоровы и приятного аппетита! А в советское время при помощи головных уборов пытались решить проблему безопасности высших должностных лиц. Специалисты от новой НИИ разрабатывали модели бронешапок и бронешляп. Да, внешне они должны были выглядеть совершенно обычно, а вот внутри встроенная титановая каска. Ну, ходят слухи, что первый заказ не был выполнен из-за развала Советского Союза. Однако идея волшебной шляпы руководителя до сих пор жива. А какие шапки и шляпы предпочитают сегодня в следующем сюжете? Наша зима довольно переменчива. То кутаешься в пуховики и шубы, то достаешь из шкафа курточку полегче. Так и с головными уборами. Не успели перейти на шляпки, как снова выпал снег и опять в пору надеть теплую шапку. Если вам зима показалась не слишком кусачей, и вы еще не успели прикупить теплый головной убор, самое время. Самый популярный в данном сезоне вязка идет. Просят, чтобы грубая вязка была, наборы вязаные, шляп меховые ищут. В основном в последнее время спрашивают шапки поменьше, чтобы всяких было. Поменьше наляпистого, чтобы там один-два цветочка, поменьше страз. Вот такого типа сейчас в основном спрашивают. Так и шапки у нас с ангорки, трикотажка тоже, и искусственные меховые. Шапки крупной вязки, мелкой ангоровые меховые, трикотажные хомуты. Выбор огромен. Старайтесь подбирать головной убор так, чтобы он был не только красивым, но и подходил именно вам. Если самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Для круглого овала, ну, более, ну, поля такие широкие, чтобы были те, у кого лицо немножко удлиненное, так идут шляпки поменьше поля и удлиненные, такие как в стиле ретро. Мужчины по-прежнему могут выбрать головной убор из традиционных осенних шляп, кепок, зимних вязаных и меховых шапок. Широкоплечим мужчинам с крупными чертами лица обычно идут широкополые шляпы, а узкоплечим с тонкими мелкими чертами с узкими полями. Остановиться следует на таком варианте, который лучше подходит вам по стилю. Сегодня 1 февраля, 21 лунный день. Символ дня – храм. Эти сутки являются одним из лучших для новых дел. Период очень активный, хороший день для сдачи экзаменов, прохождения испытаний на профессионализм. И рекомендуется проводить время в одиночестве и заниматься нудной и кропотливой работой. Из отношений в этот день исключительно ложь. Необходимо быть справедливыми, почитать принципы дружбы. Вечером смело празднуйте что-нибудь, отдыхайте и развлекайтесь. Благоприятные поездки. Отваживайтесь на нестандартные решения, они дадут хороший результат. Ну а что сулят нам солнце и звезды в постоянной рубрике «Ежедневный гороскоп». У овнов нет ничего особенного в этом дне, кроме одного – возможности провести его именно так, как хочется вам. Правда, для этого придется проявить некоторую жесткость. Кто-нибудь все же попытается навязать вам дела сомнительной полезности или даже явной бессолковости. Не бойтесь заявлять о своих желаниях, делайте это громко и однозначно. Тельцы сегодня очень вовремя получат поддержку давнего союзника. Благодаря его усилиям ваши планы могут быть осуществлены в самые короткие сроки. Помните, что работа, которую вы проделаете сегодня, будет щедро оплачена, но произойдет это несколько позже. Сейчас же нужно проявить терпение и сократить расходы, чтобы не остаться на мели. У близнецов сегодня могут возникнуть трудности, но все они будут благополучно преодолены. Нужно уделить особое внимание общению с партнерами, коллегами и единомышленниками. Пока вас не смущает некоторая прохлада в отношениях, ведь со всеми задачами вы можете справиться самостоятельно. Но если не разрушить стену сейчас, позже вы окажетесь в одиночестве в действительно трудный момент. Раком не стоит возлагать на этот день какие-то особые надежды. Он довольно приятный, но не более того. Кажется, что вот-вот что-то должно принципиально измениться в вашей жизни, но предчувствия вас обманывают. Вы напрасно надеетесь, что звезды подарят вам то, чего вы могли добиться сами, если бы постарались. У львов сегодня снижена деловая активность и работоспособность. Вы с удовольствием бездельничаете, и никто вам в этом особенно не мешает. Близкие охотно проводят время в вашем обществе, поскольку вам удается развеселить их и создать вокруг себя приятную эмоциональную атмосферу. День складывается довольно удачно сегодня у ДЕВ. Достаточно вашего желания, чтобы урегулировать какие-то давние разногласия или восстановить отношения, прерванные не по вашей вине. Однако не стоит слишком увлекаться прошлым. Ничуть не хуже день подходит для того, чтобы строить планы на будущее и ставить новые цели. Можно начинать учебу или повышать профессиональную квалификацию. У весов дела идут несколько лучше, чем накануне, в основном потому, что вы получаете поддержку, на которую раньше и рассчитывать не могли. Ощущение крепкого тыла вдохновляет, и вы уже не боитесь вступить в борьбу даже с очень сильным противником. Схватка будет долгой, но победа останется за вами. Скорпионам пора вернуться к планам, реализацию которых вы когда-то отложили по очень уважительным и столь же неприятным причинам. Этот день как нельзя лучше подходит для воплощения в жизнь хороших идей, причем как ваших, так и чужих. Доверяйте старым друзьям. Сегодня кто-то из них окажется вам поистине бесценную услугу. У стрельцов сегодня по-прежнему сильно влияние позитивных тенденций. Ваши успехи внушают уважение. Хорошие идеи приходят вам в голову на удивление своевременно, и вы приступаете к их реализации ни минуты не теряя. Налаживаются отношения с деловыми партнерами. Можно обсуждать условия долгосрочного сотрудничества. День также подходит для встреч со старыми знакомыми, друзьями детства. А вот козерогам нужно много работать. Только так вы сможете преодолеть влияние негативных тенденций и получить то, к чему стремитесь. Никто не торопится вам на помощь, но ничего страшного в этом нет. Ведь вы в силах решить все свои проблемы самостоятельно. Во второй половине дня возможны денежные поступления, и не исключено получение предложений. Водолеи не торопятся действовать, предпочитая сначала обдумать ситуацию и взвесить все «за» и «против». Или просто потянуть время в надежде, что все вопросы решатся сами собой. К счастью, сегодня никто не подгоняет вас, не пытается вдохновить на подвиги. Вы не обманете ничьих ожиданий. У РЫБ сегодня подходящий день для учебы, получения и анализа новой информации. Память вас не подводит. Вы быстро принимаете чужой опыт, используете в своих интересах идеи и наработки других людей. Возможно урегулирование профессиональных конфликтов, появление новых влиятельных союзников и покровителей. Умение ладить с людьми поможет вам существенно увеличить доходы. 1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера первого киномюзикла «Бродвейская мелодия». Ее сняли в крупнейшей голливудской студии «Метро Голдвин Май» режиссер Гарри Бомон, а продюсировал Гарри Ралф. Сентиментальная и притом до предела банальная история двух сестер, увлеченных театром и мечтающих прославиться на Бродвее, развертывалась на фоне зажигательных танцев, мелодичных музыкальных номеров, чем и привела публику в восторг. Цветная и одна из первых полностью звуковых картин «Бродвейская мелодия» принесла компании небывалые доходы и впоследствии породила ряд ремейков. В 30-м году она получила «Оскара» как лучшая картина минувшего года. При этом критики характеризовали фильм как худшее детище Голливуда за всю его историю, а награждение объясняли лишь хаосом переходного периода между немым и звуковым кино. Все слышали о братьях Люмьер и их роли в изобретении кинематографа в полном открытии 19 веке. Но мало кто знает, что их вклад в кино был лишь техническим. Жорж Мельес, директор Парижского театра, вот кто увидел перспективы и возможности киноиндустрии. Он начал снимать фильмы по сценариям, использовать различные трюки и спецэффекты. И в целом стал одним из главных основоположников кино как самостоятельного вида искусства. Именно Мельес начал раскрашивать свои короткометражки. В 1902 году его фирма «Старфилм» стала крупнейшей кинокомпанией в мире, выпускающей часть картин в цветном варианте. Каждую копию раскрашивали вручную. Была создана специальная система, по которой каждый кадр имел свой цвет. Так, например, сцены стихийных бедствий красили в красный. Синий достался вечерним и ночным сценам. Желтым окрашивали сцены порока и предательства. Утро было светло-розовым. А для страшных и фантастических кадров использовали зеленый цвет. Первый российский цветной фильм, раскрашенный по методу Мельеса, вышел на экраны в 1909 году. Ухарь-купец режиссера Гончарова. Было понятно, что вручную много не раскрасишь. Следовало изобрести способ, как снять и показать цвет. Такую задачу могла решить только специальная аппаратура. Итак, первый патент на цвет получил Джордж Альберт Смит в 1906 году. Его система заключалась в специальной съемке через фильтры. И в последующем показе по кадровому очередованию уже через проекционные фильтры. А в 1917 году появилось первое цветное кино, окрашенное по технологии техникалор. Согласно ей, картины снимались при помощи специальных камер, разделявших цветной поток на две части, каждая из которых поступала на соответствующий фильтр. В итоге получались две разные пленки, но техническая сложность состояла в их совмещении в дальнейшем. Наконец, настоящий прорыв произошел в 1922 году, когда общественности представили кинокартину «Жертвы моря». Краски в фильме были настолько реалистичными, что публика была приятно удивлена. Секрет заключался в использовании сразу четырех цветов – черного, белого, красного и зеленого. Несмотря на совершенствование методов съемки, цветное кино не пользовалось большой популярностью вплоть до конца 30-х годов. Многие студии попросту отказывались снимать цветные фильмы из-за высокой стоимости оборудования и продолжительности процесса съемок. К тому же первые кинокартины начала 30-х годов не представляли собой эталон качества. Главным их недостатком были неестественные локальные краски. Небо было чересчур синим, трава чрезмерно зеленый, а вот люди – желто-коричневые. Было еще несколько факторов, которые не способствовали развитию цветного синематографа. Во-первых, вплоть до конца 70-х у многих стояли лишь черно-белые телевизоры. Поэтому посмотреть фильм в цвете удавалось лишь в дорогих кинотеатрах. Во-вторых, черно-белые картины имели огромное множество приверженцев, которые в значительной мере тормозили развитие цвета в кино. К началу 80-х годов технологии съемки цветных фильмов значительно упростились. Основная масса зрителей избавилась от черно-белых телевизоров, и мировая киноиндустрия чутко отреагировала на требования рынка. Монохромные фильмы утратили свою актуальность, проявляясь лишь изредка в концептуальных авторских картинах. С понедельника по четверг мы магазин «Сундук» проводили викторину, задавали вам вопросы и давали специальное задание с тем, чтобы сегодня, в пятницу, подвести итоги и поздравить победителей. Главный приз. Вот эта красивая подушка-обезьянка с подогревом достается нашему постоянному участнику, который на этой неделе успевал написать быстро и при этом правильно отвечал на все вопросы. Девятилетний Саша Зайцев из села Карманово. Саша, поздравляем! Вот так, взрослый, берите пример. Второе место и поощрительный приз достается Олегу Никифорову из Дубасара. Вот эти забавные часы-консервы. Третье место и приз «Светящиеся шнурки» завоевала Лариса Шимановская. Мы все раз поздравляем победителей, а остальных участников просим не расстраиваться, а попытать удачу на следующей неделе. Что вытворил мой кот вчера? Принес придушенную мышь, положил ее аккурат возле моих ног и сел спокойно, начал наблюдать за моей истерикой. А я мышей и так не сильно люблю, а придушенных так тем более. Бедные мои соседи, простите, напугала вас. Существует минимум четыре теории, почему они так делают. Мои, кстати, тоже иногда такое вытворяют. Первое. Кот дарит вам подарок, знак своей дружбы или за то, что вы его кормите. Второе. Кот считает вас бездарным охотником и пытается вас научить. Третье. Кот переносит жертву в безопасное теплое место, где впоследствии можно ее съесть. Вот и вся любовь к хозяину. Называется, поем на мусоре, напугай всех, а ты потом убирай, да? И четвертая теория. Кот по-своему пытается спасти вас от голода. Складывается у меня впечатление, что коты нас хоть и любят по-своему, но всерьез совсем не воспринимают. Может быть, вы когда-нибудь замечали, что ваш домашний питомец смахивает на вас или членов семьи своими повадками? Новые исследования Миссинского университета ветеринарной медицины показывают, что кошки, живущие в квартирах, со временем перенимают привычки хозяина. И в большинстве случаев это напрямую зависит от его образа жизни и темперамента. Кошки активных людей, как правило, очень игривы. У склонных к полноте хозяев питомец довольно часто имеет лишний вес. А вот у спокойных людей кошки чаще всего мирные и даже ленивые. Но иногда бывает совсем наоборот. Я заметила, что очень многие владельцы, либо такие по характеру спокойные, либо ведь деятельности у них более спокойные, и выбирают себе активное животное. А люди более активные приобретают, наоборот, животных, у которых посильный характер. Кошки довольно своенравные животные. Иногда даже приходится идти им на уступки, говорит Ирина. Если кошка что-то задумала, то обязательно это сделает. И перевоспитать ее трудно. Даже когда мы приносим котенка в семью, он сам выбирает себе хозяина. Я могу сказать про своего кота, обычного, простого из своего детства. Он прожил с нами 19,5 лет, этот кот. И он выбрал хозяина моего папу. Хотя мы его, я брат и мама моя, выбирали его и несли в дом. Мы его очень хотели, этого кота. Мы его холили, лелеяли, кормили его. Но хозяина считал он только нашего отца. Хотя кошка и живет сама по себе, в преданности она не уступает собаке. Бывали случаи, когда семья переезжала жить в другой город, а кошку оставляли соседям. Через некоторое время животное все же находило своих хозяев и продолжало жить с ними дальше. Вот такие они похожи и не похожи на нас, наши любимые пужистики. Таиланд – страна бесконечного разнообразия, с высокими горами, с чистыми реками, непроходимыми джунглями, экзотическими животными и растениями. Страна орхидеи, мерцающих синих сапфиров, где острогонечные шпили на живописных крышах храмов вонзаются в бездонное небо. До 1932 года Таиланд назывался Сиамом и только при последнем абсолютном монархии короле Рами VII превратился в Таиланд. Ланд – значит страна, ну а Тай переводится как свободный. Ну то есть получается свободная страна или страна свободных людей. И эти свободные люди каждый год, в первую пятницу февраля, проводят удивительно красивый фестиваль – фестиваль цветов. Таиланд – страна улыбок, экзотических животных и невообразимо красивых цветов. Одно из самых знаменательных событий в жизни тайцев – ежегодный фестиваль цветов. Он проводится в первые выходные февраля в городе Чиангмай. Его еще называют «Розой севера». Местные жители издавна занимались садоводством и цветоводством, а раз в году весной показывали свое умение другим. Вот и получился фестиваль цветов. Нужно заметить, что цветы сопровождают тайцев на протяжении всей жизни. Абсолютно все праздники, торжества, выходные или просто встреча гостей – все эти события непременно украшают цветы. Фестиваль недаром проходит в феврале. Именно в этом месяце здесь начинается буйное цветение. Садоводы-любители, ландшафтные дизайнеры составляют невообразимой красоты композиции. Обязательно проводят выставки и ярмарки, где можно приобрести цветы на любой вкус. Фестиваль проводится целых три дня. Из цветов делают различные скульптуры и даже строения. Многие из них устанавливают на платформах, которые участвуют в параде под веселую музыку и зажигательные танцы. Особая часть фестиваля – конкурс красоты. Специально для него девушки шьют себе удивительно красивые национальные костюмы, ведь каждая из них мечтает стать королевой цветов. И это все на сегодня. Впереди новый день, новые впечатления, встречи, события и, конечно, новые интересные передачи на Первом Приднестровском. Мы желаем вам хорошего настроения на весь день и только позитивных новостей. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!